Театральное предупреждение энергетики ищут новые способы коммунального ликбеза. Сегодня привлекли актеров театра лицедей. Клоуны рассказали подросткам, как вести себя при прорыве трубы с горячей водой. Эффективность оценила Дарья Криволапова. В начале праздника всем детям раздали вот такие листовки, но уже через полчаса они валялись на земле. Поэтому с уверенностью можно сказать, организаторы не ошиблись рассказывать детям о скучных, но в то же время важных правилах безопасности лучше в театрализованной форме. Объяснять детям, что делать нужно при прорыве теплотрассы, а чего нельзя, приехали артисты театра лицедей. Для начала устроили викторину. В их единицах измеряется тепловая энергия. Варианты ответов. В килограммах, рублях, калориях. Учить правила оказалось гораздо веселее. Обойди опасный участок, не пересекай опасное место на автомобиле, не выходи из транспорта, если он оказался в зоне разлива и немедленно сообщи о прорыве по соответствующим телефонам. Но даже после этого не все дети смогли ответить на вопрос, как действовать, чтобы не обжечься. Все делать? Бежать. Потому что может загориться весь город. Так вы понимаете, что-то... Надо кого-нибудь позвать. И костер, говоришь, правильный вариант. Нет, ребята, на самом деле... Страшно, если провалишься. Там уже кипящая вода. Провал. Помимо красочного представления, детям показали и новый центральный тепловой пункт, расписанный граффити. Правила на плакатах все те же, но организаторы уверены, лишний раз напомнить о них не помешает. Статистика на самом деле уменьшается количеством. Но тем не менее мы считаем, что на этом не останавливаться. Людям нужно говорить, раздействительную работу проводить. С тем, чтобы каждый думал о своем здоровье, беспокоился за себя. После того, как артисты ушли, многие родители останавливались с детьми около теплового пункта. Праздник закончился, а картины остались, как напоминание о том, насколько опасно бывает ходить через горячие лыжи. Дарья Криволапова, Анатолий Григорьев, Андрей Бельский и Мурат Расуль-Заде. НТВ Петербург.